Неделю назад в самоуправлении была презентована компьютерная визуализация второй части путепровода с Милтона Скандавас. Данное видео вызвало активную дискуссию среди жителей Далгупилса. Однако компьютерная модель будущего путепровода по-прежнему не является окончательной. И вскоре горожане смогут выразить свои пожелания по этому поводу. Свою работу проектировщики начали еще в конце прошлого года. И мы при первой встрече уже рассмотрели порядка шести вариантов. И с моей стороны было предложено эти варианты объединить в один. Потому что некоторые технические решения подразумевали под собой еще больше отчуждения земельных участков. А также технически они были большие по габаритам. Что не очень бы, наверное, вписывалось в общий архитектурный облик центра нашего города. Поэтому на данный момент то решение, которое уже публично было продемонстрировано, я считаю его одним из лучших. И те комментарии, которые мы получили от горожан и на градостроительной комиссии, они, конечно же, будут учтены проектировщиками. И те технические решения по перекресткам, по пропускной способности, а также по каким-то мелким нюансам, которые прозвучали от горожан, они, конечно же, будут учтены на стадии проектирования, а также при публичном обсуждении данного проекта. В ходе проектирования ведется активный диалог как с латвийской железной дорогой, так и с разными предприятиями, поскольку вторая очередь путепровода протянется от заготовленного ответвления на слободке до кольцового движения на улице Кандавас. Учитываются также возможные проекты электрификации железной дороги и продление трамвайной ветки по улице Стациес. Особое внимание уделяется нужным пешеходам, велосипедистам и жителям ближайших домов. Рассматриваются варианты отдельных дорожек, лифтов, подъемов и шумозащитных заборов. В настоящий момент предлагается несколько конструктивных решений по созданию пути через железную дорогу, как на основе бетонных блоков, так и по типу вантового моста. Ведется и работа по запланированному отчуждению нескольких объектов жилой недвижимости. Публичное обсуждение новой части путепровода должно начаться после того, как строительный проект будет подан в строительное управление города в минимальном составе, что, согласно договору, должно произойти летом этого года. Об этом и других возможностях выразить свое мнение по проекту будет извещено заранее на портале самоправления daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.